Добрый вечер, уважаемые любители спорта! Общественное российское телевидение продолжает свои рассказы о чемпионате мира по баскетболу среди мужчин. Сегодня начинаются матчи 1-4 финала и начинаются они как раз с той игрой, которая нас интересует больше всего. Встречаются сборные Литвы и России. Вы видите как арбитр встречи Словенецкий Сокрем собирается ввести мяч в игру. В зеленой форме сборная Литвы, белые наши ребята и о стартовых составах. Выиграл Миша Михайлов мяч. Перепрыгнул он Гинтера Сейникиса, но от его руки мяч ушел в аут. Тогда литовцы. Они начали встречу в таком составе. Шестой номер Томас Масюлис, одиннадцатый Дайни Садамайтис, двенадцатый Артура Скорняшова, тринадцатый Дарюс Маскалюнас, четырнадцатый Гинтерас Эйникис. Вот он атакует наше кольцо своим крюком. Сережа Панов выиграл мяч на своем щите. У него четырнадцатый номер. Сейчас вводит мяч Василий Карачев, четвертый номер. Седьмой номер у нас Евгений Кисурин, десятый Сергей Бобков и одиннадцатого я уже представил Михаил Михайлов. Партнером из штока Рэмса по судейству сегодняшней встречи является представитель Доминиканской Республики Хасель Апе. Если будет у меня время, я подробнее расскажу об арбитрах. Первый бросок сборной России по кольцу промахнулся Василий Карачев. Счет 0-0. Сыграно 45 секунд в этой встрече. Напомню, что в одной четвертой финала проигравший выбывает. То есть победитель проходит полуфинал, а проигравший в этой встрече будет играть за пятое-восьмое место. Обыгрывает Михайлова Эйникиц. И что крайне редко бывает, пошел в проход до самого конца. Не крюком атаковал. Рэмс зафиксировал персональное замечание Кисурину. Это первый пол в сегодняшней встрече. Кисурин на ваших экранах. Артур Скорнишовас ввел мяч в игру. Маскалюнов играет разыгрывающего. А Дарьус Адамайтис, 24-летний представитель Кауновского жалкирица, атакующего защитника. Теперь бросок Скорнишоваса неточный. Но Маскалюнов мяч подобрал. Не с такойственной ему стороны в позиции центра играл сейчас Эйникиц. Ну вы знаете, что в составе сборной Литвы два представителя российской суперлиги. Эйникицу Лукмина с прошлый сезон проводили в Саратовском автодоре. Хорошая передача Эйникицу. А тот почему-то ловил мяч в одну руку. И вот в результате потери Панов атаковал кольцо в быстром прорыве. А Дамайтис нарушил правила. Так вот в составе сборной Литвы 8 игроков жалкирица, 2 автодора. Корнишовас прошлый сезон провел в греческом Олимпиакосе. И четвертый номер, как я считаю, основной разыгрывающий сборной Литвы Есикявичев, все еще является студентом Мерилендского университета в США. Бобков. Вот открыт счет. Для этого понадобилось 1 минуты и 43 секунды. Точный дальний трехочковый бросок Сережи Бобкова сборной России впереди 3-0. Тренеров на ваших экранах не видно. Нет, вот спина Козлаусса. Йонас Козлаусса, старший тренер сборной Литвы. Еще один промо Хейники. За мяч забрал Михайлов. Не получается пока быстрый прорыв. Литовцы дисциплинированно возвращаются. Кисурин пытается спиной обыграть Маскалюнаса. Нет, я прошу прощения, это был Масюлис. Шестой номер, Масюлис. Он не самый молодой, но, пожалуй, самый неопытный игрок сборной Литвы. Он первый раз призван под ее знамена. 23 года, тоже Кауновский Жалгерис. Но даже у тебя в команде не является игроком основного застава. Бобков. Очень неплохо с Адамайтисом сейчас разобрался. Хорошая остановка была на две ноги и резко выпрыгнул. Несмотря на то, что Адамайтис рос 201 сантиметра, а у Бобкова 194. Посмотрите на повторе. Очень хорошо. Такая резкая остановка. Защитник провалился. И ему уже ничего не оставалось, как только спалить. Если говорить о результативности игроков сборной России, то в число лучших снайперов чемпионата мира у нас входят всего два игрока. Это Василий Карасев, который занимает шестое место среди всех снайперов с 95 очками. И Сергей Бобков, 17-е в 20-е место. У него было 77 очков. 5-0. Две с половиной минуты уже сыграно в первом тайме. Но вот видите, Михайлов, это как болезнь у наших ребят. Ну-ка дай я проверю, забьет или не забьет мой подопечный с дальний бросок. Вы видели, Эйники с дальний бросок забил. 5-3. Панов. Хорошая своевременная передача под самое кольцо. Но Евгению Кисурину 7-3 ведем. Маскалюна с мячом. Вот эта комбинация, правда, когда на площадке Штромберга с еще один опасный нападающий в горной Литвы часто приносит летовцам возможность для дальнего трехочкового броска. Вы видите, и сейчас Корнишова с не промахнулся. Ему поставлено подряд три заслона вдоль лицевой линии. Вы видели, с каким опозданием. На повторе было особенно хорошо заметно. Евгений Кисурин прибежал к нему, уже получившему мяч, и готовому для атаки. И вот 7-6. Карасев с мячом. Михайлов подымается на штрафную. Заслон Бабкову ставит. На этот раз Маскалюна с нему успел. И тем не менее, Бабков не только его обыгрывает, но и Масюлиса. Еще получается, что из девяти очков, которые набрала сборная России, вот за эти первые три с половиной минуты, чуть больше, всем на счету Сережи Бабкова. Ударно он начал эту игру. Обыграл Панова Корнишова. И тут же нашел шестого номера Масюлиса под нашим счетом. Удачная передача. Ничего не скажет универсальный игрок Артура Корнишова. И пробить может издали. Проходом угрожает. Ну, самый опасный среди литовцев. Второй снайпер этого чемпионата. После шести игр на его счету, сейчас я скажу точно, 109 очков. Больше его забил только нападающий сборной Испании Хосе Эререс. И вот первая плановая замена сборной Литвы. Вместо тайницы Адамайкиса на площадке Саулю Стромберга. Я продолжаю рассказ о первом тайме матча между сборными командами России и Литвы на чемпионате мира по баскетболу, когда до конца первого тайма остается 4,5 минуты. Счет 27-22 в пользу литовцев. И атакует через руки Жукаускаса Сергей Бабков. К сожалению, и бросок у него не получился. Уж больно длинные руки у центрового сборной Литвы. Он один из самых высоких игроков на этом чемпионате. 218 рост. Легкий, прыгучий. Вы видели, как здорово он поймал момент, когда у Бабкова начался бросок и помешал ему прицельно атаковать свою корзину. В борьбе за отскок Миша Михайлов нарушил правила. У него второе персональное замечание. И Стромберга пробивает два штрафных броска. Первый, как вы видели точно, с 28-20, за 4-20 до конца первого тайма. Ну вот первый раз наказали за нарушение отходное с Михайловым и Литовцев. Это Виргиниус Прошкевич, 15-й номер. Единственный чистый, тяжелый, крайне нападающий в составе Литовцев. Нарушил правила. И теперь Сергей Панов будет пробивать штрафные броски. В общем, концовка первого тайма, конечно, будет затяжная. В середине тайма сборная России выигрывала 5 очков. 17-12. А потом как будто уперлась в невидимую стенку. В течение почти трех минут игрового времени, чистого, наши не смогли набрать ни одного очка. Ну и число персональных замечаний в этот момент катастрофически выросло. 10 командных полов у нас было уже на 8-й минуте, а у Литовцев только на 14-й. И большую часть своих очков вот во второй половине первого тайма сборная Литвы набирала именно после штрафных бросков. Штромбергов против Бобкова. Тот ему бросать не дает. Ну, Прошкевичу, если он бросит, не так страшно. Крюк Жукаус это. Михайлов увлекся подстраховкой и пропустил этот бросок. Минус 7 очков. 23-30. За 3 минуты и 45 секунд. Крюк Жукаус это вы видели на повторе. Бросает Михайлов. Плохой процент попадания со средних дистанций. Подемонстрировали вся сборная России за исключением Бобкова. У того в начале тайма вы видели, потом в середине было еще два броска точных. Неудачно выходил у нас на площадку Игорь Кутелин. Кисурина пришлось заменить, потому что у него три пола. Ну вот третий пол получает и второй наш основной нападающий Сергей Панов. В общем, очень острый, конечно, игрок Артура Скорняшова. Вот вы видите, это его проход. И на нем очень много полят. На нем нарушают правила практически каждую игру по 8-9 раз. Он много пробивает штрафных бросков. Тридцать четыре раза на нем, тридцать четыре раза полы он пробивал. А забил он из тридцать четырех. А тридцать пять раз он пробивал, тридцать четыре забил. Очень хороший процент попадания. Ну вот он до восьми очков доводит разницу в счете. А для тех, кто внимательно следит за баскетболом, наверное, не секрет, что последний раз в официальных турнирах ФИБА эти две сборные встречались здесь же, в этом же зале. И тоже в четвертьфинале. Но это был чемпионат Европы 95-го года. Ровно три года тому назад. Тогда, к сожалению, наши уступили. Хороший бросок до Мани. К тому же он оказался внимательным, проследив за ногами. Это трехочковый мяч. 26-32. Пошла концовка первого тайма. Ребята, надо в защите все это отыграть. Не так страшен черт, как его молюют. Видите, Москалю у нас пошел в проход. Поднял голову, посмотреть, кому можно сбросить. Сам тебе в ногу угодил мячом. Вообще, по количеству потерь у нас в первом тайме было больше. Мы потеряли мяч пять раз. А у литовцев это третья потеря. Исток Рэмс определяет, что палил 13-й номер сборной Литвы Дарюс Маскалюнов. Ну, значит, будем пробивать два штрафных броска. Вот только на ком он палил. На Бобкове. Замена. Под 50-м номером второй раз в игру входит Дарюс Лукминов. Пока у него очков нет. Он два раза атаковал и издали. Он лучший по трехочковым броскам сборной Литвы. Но тут оба раза были промыки. Палили на Карасеве. У Васи ведь тоже три. У нас три игрока имеют в первом тайме по три персональных замечания. Карасев, Кесурин и Панов. Большая нагрузка. Им нужно будет очень осторожничать во втором тайме. Тем временем Карасев и второй штрафной забил. Две с половиной минуты еще играть. 28.32. И еще раз призываю отыграть в защите. Внимательно. Ну, Бобков со Штромбегасом пока справляется. Дамани против Лукминов. Это привычно. У нас вместо Михайлова появился Виталик Носов на площадке. И тут же спалил. Правда, спалил он на Жукаускасе. И нужно называть имя, потому что... Ну вот, чемпионат однофамильцев. Четыре пары однофамильцев играют в различных сборных. Причем в сборной Аргентины есть Далипуэнты. Есть Далипуэнты в сборной Испании. А так все в одних и тех же командах. Эурелию Жукаускас. Пятый номер у сборной Литвы. И еще один Жукаускас есть в команде Миндаугас. Восьмой номер. Но он крайне редко появляется на площадке. Один пол из двух забил литовский центровой. Карасев ждет Бобкова. Тот открылся. Не отдал ему Вася передачу. У нас вместо Панова появился Женя Кисурин на площадке под седьмым номером. Карасев бьет дальний трехочковый бросок. Не добрасывает четвертый пол Кисурину. Да. Четвертый пол Кисурину. И срочно раздевается у нас Никита Муркунов. Он будет менять Кисурина. Я уже нелестно отзывался вот об этих арбитрах из небаскетбольных стран. Анголевский арбитр, Синекальский. Два представителя. Три было здесь. Снегирийского я не видел. Вызывали раздражение. И вот этот арбитр из Доминиканской республики. Хосе Ляпе. Он там стоял под кольцом. Мяч отдавал Штромбергуцу из Сокремс из Словении. А вот вы видите небольшого роста. Явно не баскетбольного сложения. И по-моему очень не здорово разбирается в том, что происходит на площадке. Но в любом случае нужно эту игру выигрывать, чтобы не делал арбитр из Доминиканской республики. Тем более он не заслуживает нашу команду. Просто он слабо понимает, слабо разбирается в баскетболе. Карасев тяжело. Сам тебе заждал тяжелую ситуацию. Отдал мяч Бобкову. Бобков Мургунову. Тот бьет за средние дистанции. Но вот это первый средний бросок Мургунова точно. И за последние шесть игр. До этого он отличался только в матче со сборной Японии. Полторы минуты играть. Пять очков проигрываем. Штромберга Мургунов помог Домани. Домани против Прошкявичуса. Очень здорово Дима сейчас сыграл в защите. Подставился. А Прошкявичус игрок прямолинейный. Не сумел сменить направление движения. Вы видите, в момент столкновения Дима стоял обеими ногами на земле. Поэтому стопроцентный фолл баскетболиста сборной Литвы. После того, как Козлауско, тренер сборной Литвы, взял минутный перерыв. До окончания первого тайма осталось минуты и семь секунд в атаке сборной России. Ну как же так? Ведь классную передачу отдал Бобков. И благодарит его Носов правильно. Жукауско спалил. Но уже тогда... Вот давайте посмотрим. Вот Жукауско спиной к Носову. Тот выпрыгивает. Ну в общем по правой руке. А левый Виталик практически не играет в баскетбол. Сейчас он будет пробивать два штрафных броска за минуту и три секунды до конца первого тайма. И у меня большие сомнения, что он забьет хоть один. Камень предсновения. Штрафные броски Носова. И ничего не получается. Я уже несколько раз говорил, что на тренировках бросает спокойно. Как только хоть... О! Молодец! Из двух один это большой успех для него. 31-35. Минута ровно. Литовцы не торопясь. Это 13-й номер. Дарьев Маскалюнов. Теперь Прошкевичу с мячом напомню, что отдыхает Корнишов. На Козла... На Жукауско сюда можно просто не выходить. Дамани хорошо прижал Лукминоса. От снов Жукауско за мяч уходил в аут. Но он его успел подхватить. В Штромбергу супередачи. Кто-то атакует из-за трехочковой линии. И атакует успешно. Теперь осталось время только на нашу атаку. Но вы видите, что подставился и неудачно поставился Дарьев Маскалюнов под Карасева. У Маскалюнов это второе персональное замечание. Кстати, у литовцев тоже есть два игрока, которые имеют три пола. Это Томас Масюлис, шестой номер. И одиннадцатый номер Дайни Садамайдис. Но небольшая потеря для Литвы по сравнению с четырьмя полами Кисурина. Так что наши владели мячом секунду и одну десятую. Пробивает штрафные оба точно Карасев. Он первый в нашей команде, кто разменял 10 очков. Ровно столько у него на счету. 15 очков набрал седьмой номер в зале Стромбергасов у литовцев. И они будут теперь играть до самой Сирены. Никуда торопиться не будут. И нашим, оставая в счете на 5 очков, нужно очень внимательно сыграть в обороне. Хочется, чтобы эта разница не возросла к концу первого тайма. К самому концу. На пояс играл Стромбергас. У него из рук выбил мяч, удачно сыграв в падении Дамани. 5 секунд на владение мячом у литовцев. И они выпускают своего лидера Артура Корнишовата. Замена разрешена. Причем замена остроумная. Он выходит вместо Цитрового, вместо Жукауско. И 5 секунд до конца тайма. Бургунов очень активно мешает Корнишовату вводить мяч игру. Прыгает, размахивает руками. Маскалюна. Пол в нападении. На этот раз очень хорошо сыграл в защите Карачев. Молодец. И опять-таки, пол свисток в нашу пользу. Но мне хочется сказать, что, к сожалению, доминиканский арбитр слишком формально относится к букве правил. Не всегда он, ну, с моей точки зрения, правильно оценивает происходящее на площадке. У нас замена. Вместо Носова вышел снайпер Кутелин. Правда, к сожалению, у Игоря здесь, на этом чемпионате мира, не лазится с бросками. Так что у нас 4 маленьких и моргунов. Карачев получает мяч, бьет в прыжке и при броске фалит Маскалюна за 5. Ну что ж, это просто находка Ватина. Нашел он клиента в лице. Тарюса Маскалюна сейчас будет пробивать еще 2 штрафных броска. А времени осталось 4 десятых секунды. То есть практически его на ответную атаку не остается, что не делает. У нас Носов выходит вместо Кутелина. Это естественная замена. Если Карачев будет не точен в своей второй попытке с линией штрафного броска, Носов поборется за отскок. Рэмс делает замечание тренером сборной Литвы. А их много. Напомню, что Козлауску помогает и Шарунас Мурчуленец, и Гинтеров Павелонец, президент Федерации Литовской баскетбольной. Ну, Карачев первый штрафной забил. Забил и второй. Все, теперь нужно помешать вносить мяч в игру. Все. Сирена 38-35. После перерыва мы продолжим наш репортаж. Общественное российское телевидение продолжает свой репортаж о матче чемпионата мира по баскетболу между сборными Литвы и России. Напомню, что это одна четвертая финала. Команда, которая сегодня выиграет, выходит в полуфинал. Проигравшая будет бороться за пятое, восьмое место. Литовцы на ваших экранах в зеленой форме, сборная России, соответственно, в белой. Под девятым номером у сборной Литвы Томас Почесос, 14-й Гинтерос, Эйникис, 12-й Артура Скорнишова, 7-й Саулюс Стромбергас и 15-й номер Виргиниус Прошкевичус. У нас на площадке Василий Карасев пытается обыграть Почесоса. Ему это удается. Почесос был вынужден нарушить правила. Вообще на Васе Карасеве столько напалили в первом тайме. Он такой активный сегодня. Но, к сожалению, вот нам не хватает точности в завершении атак. Плохой процент попадания со средней дистанции. И совершенно неожиданно сборная России в первом тайме проиграла сборной Литве ЩИТ. 20-14. 20 подборов у литовцев, 14. Карасев после блестящей передачи Захара Пашутина сокращает развив счета до одного очка. 37-38. Начну нас, кроме Карасева, на площадке. Шестой номер Захар Пашутин, 14-й Сергей Панов, 15-й Виталий Носов. И восьмой номер Дима Дамани. Он будет держать Артура Скорнишоваса. Вот Карнишовас с мячом. Передача на Прошкявичуса. Блокировал этот бросок Носов. Но грудью все-таки отталкивал соперника. Будет Виргиниус Прошкявичус пробивать два штрафных броска. Вы видите на повторе вот это движение. Даже не грудью, а бедром, правым бедром. Виталий отталкивал соперника. 38-37 впереди Литовцы. Сыграно 47 секунд во втором тайме. Прошкявичус мажет. Я не назвал арбитров, которые сегодня обслуживают этот матч. Исток Ремс, Словения. 40 лет. Арбитр Фиба с 88-го года. Более 230 игр на высшем уровне уже отсудил. И это совершенно неопытный. Хосе Лябе. Доминиканская республика. 35-летний. Арбитр Фиба с 94-го года. Он судил лишь матчи Олимпиады в Атланте. Причем в основном женские. Носов. Карасев уже был открыт. Виталик промедлен в передаче. Карасев в угол площадки. Вернул мяч Домани. Панов пробует обыграть Прошкявичуса. У него не получается. Домани получил мяч в трехсекундной зоне. Непонятно, зачем отдавал мяч обратно Карасеву. Бросок Карасева через руки. Эйники сливной в точной. У нас истекало время, отведенное на атаку. 39-39. Догнали мы все-таки соперника. Напомню, что в первом тайме легко повели. Потом к десятой минуте стали проигрывать. И вот отставание. Один момент достигло семи очков. Прошкявичус на Эйникиса. Тот через руки. Носова мяч даже не касается. Дужки кольца уходит за боковую линию. В этом отношении я всегда говорю о том, что вот Эйникиса, даже в Автодоре, где он, конечно, первая скрипка в нападении, нужно разыгрывать и много разыгрывать на тренировках. Вы видели, через руки Эйникиса бил его одноклубник. Захар Пашутин, к сожалению, промазал Прошкявичус на Корнишова. И вот Штромберга, который в первом тайме не мазал из-за трехочковой линии. Есть возможность провести быстрый прорыв. Выбивают мяч на первом шаге. Почесов выбил мяч у Карасева. Ну и что решат арбитры? Это как раз ляпы. Но нам показывают повтор. Нет. Не дают Карасеву бросать штрафные броски. Второе командное замечание у Литвы. Вы видите одну из болельщиц сборной Литвы. Но я скажу, что в зале приблизительно равенство. А может быть, даже наших больше. Классную теперь передачу отдал на Носова Панов. Ну вот на Носове палят, не думая литовцы, зная его слабое место, зная исток Рэнс на ваших экранах. Наказал он персональным замечанием Саулюса Штромберга. Вот это всего второй пол у литовского нападающего. Вообще вот сейчас интересный состав. Ведь и Штромберга, и Корнишова с нападающей. Тем более Эйники с центровой, Прошкявичу с тяжелой крайней форвард. То есть в одного защитника и четырех нападающих играет сборная Литвы. А сборная России наоборот. Центровой нападающий Панов забил из 2-1 вновь Носов. Его норма штрафных за игру уже перевыполнена. И впереди сборная России на 1 очко за 17,5 минут до конца второго тайма. Литовцев надо зажимать. Очень внимательно играть в обороне против их лидеров. И стремиться побыстрее атаковать против тяжелого состава. Штромбергов в лицевую линию. Нашел Корнишоваса. Тот из-за трехочковой линии мажет. Сережа Панов выиграл подбор. Ну как можно так невнимательно быть на площадке? Слава Богу сборная России сохранила мяч. А Захар Пашутин сделал дерзкую ошибку. Поворачивался с мячом в вытянутых руках. Как бы подарок любому игроку сборной Литвы. Корнишовас нарушил правила. У него это первый пол. Но мне нравится тенденция. Пока литовцы в 4 раза чаще нас нарушают правила. 4 командных пола у сборной Литвы. Лишь один у сборной России. Дима Демани. Панов в углу против Прошкевичуса. Ну вот неплохо это в лоб взаимодействие. Когда помогает Носов Карасеву за слоном. Карасев все-таки сохранил владение мячом. И атакует полукрюком через Шарунаса Есикевичуса. Который появился на площадке. Вместо Паскососа. Вот еще один. Три разыгрывающих у сборной Литвы. Вот этот мне нравится больше других. Правда видимо он меньше нравится Йонасу Козлаускусу. Раз так резко появляется на площадке в решающих матчах. Прошкевичус на Корнишоваса против него Захар Пашутин. Проиграл. Вот Захар выбегал в Корнишовасу. Очень в высокой защитной стойке. Корнишовас его объехал с дриблингом. Захару ничего не оставалось. Вы видите этот момент. Пониже нужно. Побольше сгибать ноги в коленях. Пошире вставать. И в этом случае будет труднее обойти на встречном движении. Корнишовас. Теперь его держит по ногу. Отдал Есикевичу. Лукминос появился на площадке. Против Лукминоса Захар Пашутин. Против такого игрока как Лукминос. Наглого в нападении Прущева на кольцо. Либо вот в такой бросок с навалом. Либо в проход. Нужно играть в обороне очень терпеливо. Вот терпение, к сожалению, неопытному Захару Пашутину. У которого не так много матчей. Такого уровня за сборную команду. Не хватило в данном случае. 42-40. И Лукминос будет пробивать еще один штрафной бросок. Нет, не забил. Раньше времени кто сошел с места. Но что же скажет опять Ляпе? Вы видите Козлаус, Козлаус, Белова. А я смотрю на действия арбитра из Доминиканской республики. Мы здесь в перерыве. И журналисты, и тренеры из группы специалистов обсуждали его судейство. Но, в общем, со мной не согласились. Сказали, что он подсуживает литовцам. Я говорю, ну с чего бы, что он когда-то был в Литве. Или дружит с кем-нибудь из литовских баскетболистов или тренеров. Вряд ли. Просто непрофессиональный, недостаточно высококлассный арбитр. Плохая передача, тем не менее, Добани мяч обработал. Карасев очень издалека. И забивает через Рудейники за трехочковый бросок. 45-41 ведем в счете. И еще раз призываю. Мы неплохо защищались в первом тайме, пропустив 38 очков. Но все-таки забили меньше. Нам нужно еще плотнее играть в обороне нашей сборной. Ясикявичу ждет Лукминоса. Нет, против Лукминоса хорошо играл сейчас Захар Пашутин. Штромбергас обыгрывает Панова. Кому фолк определяет Ляпе? У Панова четвертое персональное замечание. Тайм-аут. Тайм-аут рекламный у нас здесь в Олимпийском дворце спорта в Афинах. У нас вместо получившего четвертый фолк Панова на площадке по 12 номерам после этого тайм-аута появился Никита Мургунов. Ну вот дальний бросок. Дальний бросок Эйникиса. И совершенно непонятно, зачем Носов его толкнул. Эйникис так плохо бьет на этом чемпионате средние броски. Вот нельзя говорить, что плохо бьет. Но вот сейчас он готовится пробивать два штрафных. И опять этот фолк определил Ляпе. Может быть и следует согласиться с моими коллегами, что он явно настроен против сборной России. Эйникис промазал первый фолк. Напомню, играть 15 минут 21 секунда. 45-41 впереди сборная России. 45-42 после этого второго точного штрафного Гинтера Эйникиса. Демонит мячом. Интересно, что Карасев так результативно провел с начала второго тайма. Хорошо Захар Пашутин на Носова. Носов забивает свой первый мяч с игры. 47-42. Никто не успел. Когда Гинтера Эйникис идет на постраховку, за его спиной образовывается огромного размера дыра в защите сборной Литвы. Этой дырой надо пользоваться. Эйникису не дал бросить носа в крюк. Лукминос обыгрывает Пашутина и не бьет. Почесов на Лукминоса. Захар Пашутин забирает этот мяч. Забей. Засчитано. Вот совсем другой подход. Несмотря на то, что Лукминос спалил на первом шаге. И Доктор М, опытный арбитр. Видите, фол здесь, а он мяч засчитывает. И молодец мужчина. Захар Пашутин после такого грубого нарушения правил, мяч все-таки отправил точно в кольцо. 49-42. И Пашутин будет бить еще один фол. По пять командных замечаний у обеих играющих команд. Ну, Захар. К сожалению, нет. Но зато очень здорово сыграл на чужом щите Виталий Носов. Мяч забрал. Можно провести спокойную позиционную атаку. Только не нужно акцентированно все время искать Карачева. В этом случае легче защищаться. Дамани. Дамани получает пол в нападении. Вот не обладает Штромберга прыгучестью. Вообще у него ноги слабые. И вот видите, так подкрался на подстраховке. Подставился. Ничего не скажешь. Действительно был пол Гимми. В атаке Ясикявич. Его держит Карачев. Штромбергов очень много движения по периметру, пытаясь открыться. Но вот он создал сейчас возможность лук-минусу для броска. Тот бросать не стал. Захар Пашутин задел мяч. 10 секунд на атаку у литовцев. Штромбергов против Никиты Маргунова. Зачем выталкивать его Никита? Он же идет за литовую линию, не к кольцу. Торопливо. Торопливо от неопытности. Единственное, что вот извиняет в данном случае Никиту Маргунова, что он как бы так остается игре, что не всегда трезво оценивает, что происходит. Штромбергов вынужден из-под рук Носова отдать целевкую передачу Ясикявичу. Зато тот точно атакует трехочковый бросок 49-45. У нас Дамани разыгрывает против Артура Сокорнишоваса. А Вася Карасев играет чистого атакующего защитника. Но он привычен к этой роли. И в своем турецком клубе, и в Берлинской Альбе, где он провел два сезона. Что такое? Свисток арбитра прозвучал? Прозвучал. Пол был еще тогда, когда Карасев бросал по кольцу. Кто сфалил? Ну вот юные болельщицы не интересуются баскетболом. Видимо, они пришли посмотреть один из следующих матчей. Напомню, что сегодня это первая игра одной четвертой финала. После нас встречается Италия-США. Победитель этого матча будет встречаться в полуфинале с победителем в нашей паре. А потом две игры Аргентина-Югославия и Греса-Испания, которые определяют другую пару полуфиналистов. 51-45. Командные полы 7-6. Мы впереди. Но тут если так остро будет продолжать играть Карасев, то литовцы еще спалят. Корнишовас в углу площадки против Демани. Подстраховывает Нотов. Блестяще сыграл Захар Пашутин. А Демани зря спалил на Корнишовасе. Не видел Дима, что мечом-то уже овладеваем мы, к сожалению. Нам показывают Нотова, а Исток Рэмс, он уже был у судейского столика, показал одну раскрытую пятерню, три пальца на другой рифе, что означает восьмой номер полил. У Демани это второе персональное замечание. У нас восьмой командный пол. И вновь Артура Скорнишова на линии штрафных бросков. На этом чемпионате мира это настолько привычное зрелище, что вот, ну их два игрока таких активных. Хосе Ортис из Пуэрто-Рико и Корнишовас, которые бьют по восемь, по десять штрафных за игру. Это очень хорошее качество, качество достойное уважения у любого баскетболиста. В нашей команде такую активность проявляет весь Василий Карасев. Мало того, что Корнишовас часто пробивает полы, он и бьет их точно. 51-47. Небольшое такое производственное совещание на площадке небольшое. Демани с Карасевым провели. Карасев получил мяч. В позиции центра Мургунов не отдал ему власти мяч, а мог бы. Ну вот, наконец-то, в позиции центра Мургунов мяч получил и потерял его. Не вынес мяч вверх. Почесов. Неплохой проход. Штромбергерс после этого промаха забрал мяч на нашем щите. Атакует через руки. Там фол. Чистый фол по Чесосу, который в спину выносил Мургунова. Я вчера на приеме, который был устроен для представителей прессы, просмотрел полностью матч 87-го года. Финал чемпионата Европы, Греции, СССР. И вот особенно последние минуты, когда греки сравнивали счет, входили в дополнительную пятиминутку. Вот точно такой же фол был к Амбурису. А судьи определили тогда наоборот. И вы знаете, чем закончилась та игра победой сборной греков. Борьба на нашем щите очень активная. Но у нас уже вот атака, в которой Карасев показывает Михайлову, что хотел бы от него заслон. Недолет после броска Карасева. И еще одна замена у литовцев. Под шестым номером Томас Масюлис входит в игру. Он меняет Лукминоса. Нет, точных бросков Лукминоса издали мы сегодня так и не увидели. Пока и хорошо, что мы их не увидели. У нас Бобков вышел вместо Дамани. Корнишов от против Бобкова. Передача на Жукаушко-то не точно. Спалил Мургунов. Тут нельзя спорить. Он давил на руку. Это была правая рука Эурелиуса Жукаушко. Он на нее надавливал при броске. Это фол. Жукаушко будет прибыл. Вы видите этот момент на повторе. Очень хорошо заметно. Жукаушко выпрыгивает, а Мургунов уже опускается. Но Жукаушко с нашему удовольствию пока штрафный бьет лишь с процентом 50. То есть каждый второй реализует, как наш Носов. Вот у него из 4-2 записок в этом матче. 51-48. Но мне бы хотелось увидеть все-таки разнообразную и результативную игру сборной России в нападении. Михайлов помог Бобкову. Тот пытается обыграть Корнишовца. Не точный бросок. Миша Михайлов забрал мяч на чужом щите. И очень аккуратно, но надежно занес его в кольцо. 53-48. 11 минут 45 секунд еще играть. Пусть Жукаушко сбросает отсюда. Ищет, нашел Масюлиса. Тот тоже не снайпер. Кому? За неправильную постановку заслона наказан Иурелиюс Жукаушко. Но поскольку сборная Литвы была в нападении, этот пол пробиваться не будет. А у нас тайм-аут, который попросил Сергей Белов. Мы пропустили две минуты игрового времени, чтобы списаться в отведенное для трансляции время. Сейчас 57-53 в пользу сборной России. И наши в атаке. Василий Карасев отдыхал эти две минуты. Но он очень результативно сыграл. 24 очка на его счету. Бросок по кольцу Захара Пашутина не точно. И Карасев не стал сразу же атаковать. По бережнее к мячу, что ли, решили относиться. Но играть еще много. 8,5 минут. Очень жестко против Карасева играет 13-й номер сборной Литвы. Адарев Маскалюнос. Но вы видите, Вася его опять наказал. Обыграл в правую сторону. И забил мяч в проходе, не доходя до кольца где-то метра полтора. 59-53. Против Корнишова-то у нас сейчас защищается Бобков. А против Штромбергаса Захар Пашутин. Хорошую передачу отдал Бобков Сухаосу. И Штромбергас на линии трехочкового броска не точно. Вперед убегал Захар Пашутин. Сережа Бобков не увидел. Начало этого быстрого прорыва. И вот шагом идем вперед. Самый красивый момент, который вы пропустили, к сожалению, это был дальний трехочковый бросок нашего центрового. Миша Михайлова. Так здорово он забил этот мяч на 28 секунде владения. Что хочется его за это похвалить. Будет пробивать полы Захар Пашутин. У Штромбергаса это третье персональное замечание. У обеих команд уже больше семи командных замечаний. Поэтому каждая остановка это пробитие штрафных бросков. А тут еще и таймаут подоспел. В этом таймауте произошел неприятный эпизод. Захар Пашутин получил легкую травму. Однако очень неприятную. Надорвали ухо. Ему сейчас оказывается помощь. Вместо него штрафные броски пробивал. Игорь Куделин забил оба. Но вы видите тут же шестой номер сборной Литвы. Томас Масюлиц забил мяч и в наше кольцо. Так что разрыв в счете не изменился. Шесть очков. 61-55. Впереди сборная России. И владеет ничем. Женя Кисурин в углу площадки против Масюлица. Начал угрожать Игорь Куделин проходом. Неожиданно остановился. Карасев получил мяч от Михайлова. Пас на Кисурина. Можно атаковать. Нет. Передача Михайлову. И бросок неточный. И мяч с мячом овладевает на своем щите лицов. Это был Дарис Маскалюна. А Лукмина сразу побежал в отрыв. И вы видите этот отрыв завершился. Очень удачным крюком. Эурелиуса Жукаускаса. 61-57. И вот здесь уже Сергей Белов был вынужден взять тайм-аут. После этого тайм-аута замены не произошло. У нас по-прежнему не Захар Пашутин, а Куделин на площадке. Михайлов, Кисурин, Карасев и Бобков. Хорошая передача была Куделина входящему Михайлову. На нем нарушил правила, по-моему, я думал, что Артуру Сокорнишову сюда дадут пол. Нет. Исток Рэмс, арбитр из Словении, наказывает Томаса Масюлица. Миша Михайлов будет пробивать два штрафных броска. Вот виновник. Игрок, который нарушил правила. На переднюю дужку. Но с достаточно хорошей траекторией. Мяч отскочил в щитки, потом провалился в кольцо. Первый штрафной в сегодняшнем матче пробивает наш центровой. Второй. На этот раз чисто. 63-57. 6 минут 25 секунд осталось играть в этом матче. С мячом Дарюс Маскалюна. Так достаточно уверенно командует. Лукмина задержит Куделин. Ну, противоборство этой пары мы хорошо знаем по матчам Автодорца и СК. Чемпионата в Суперлиге. Жукаус отдаёт передачу Артуру Сокорнишову. Тот против Бобкова. Пытается спиной его обыграть. Вот передача прошла по лицевой линии. Это ошибка подстраховывающих защитников. Передача была за спину. Вы видите, Михайлов очень поздно занял позицию. В общем, в связи с этим можно сказать, что и наказали его правильно персональным замечанием. Чуть раньше на ногах этот мяч просто придёт тебе в руки. А вот этот мальчик, шестой номер, Томас Масюлис, штрафные пробивает очень хорошо. Такая устойчивая нервная система. Он и в том матче, который литовцы проиграли в сборной Австралии, штрафные пробивал из 6-6. Ну вот. А теперь промахнулся. И хорошо, что промахнулся. 63-58. Подпор забрал Игорь Куделин. Перешёл центральную линию поля. Отдал мяч Михайлову. Получил ответный мяч. И ещё раз от Михайлова получил передачу. Но вот броски у него по-прежнему дальние. Но никак не хотят попадать в кольцо. Обыгрывает его Артура Скорняшова. Вот на нём-то как раз палить и не надо было бы. Сейчас Артура снова встанет на линию штрафных бросков и будет пробивать 2. Ну что, поддержит ещё Белов Куделин. Да, не меняет его. Хотя я смотрю, что Захар Пашутин там на скамеечке запасных. Вы-то видите Корняшова-то. Нет, доктор вновь к нему подошёл. Корняшова задёргался. Второй раз промахнулся в этом матче. Это всего лишь третий промах в линии штрафных бросков у него на всём чемпионате мира. Из 2-1. Значит, пол был оправданный. 63-59. 5 минут 35 секунд нам ещё играть против литовцев. В этом очень напряжённом, интересном, но таком нервном матче четвертьфинала чемпионата мира. Куделин, Кисурин, Михайлов. Кисурин получает ответный мяч. Никто из защитников себя не предлагает. Вновь Михайлов. Даже пришлось поводить. Теперь Бобков. Всё-таки Карасёв получил мяч. Ему очень мешает Куделин. Бросок нужен. Бросил мяч Кисурин. Всё же потеря. Ещё одна необоснованная потеря. Чуть не отобрал, но чуть не считается мяч у Корнишова-то Бобков. Атака литовцев продолжается. Жукауско с Лукминуту. Лукминут вновь Жукауско. Холл Михайлову, к сожалению, пятый. Это пятый холл Миши Михайлова. Будет Жукауско пробивать два штрафных броска. У нас на площадке, естественно, появляется Носов. Нервная такая игра, и мы потеряли нашего основного центрового. Обидно это. Серёжа Панов готовится войти в игру. Вот он уже нам показывает повтор. Не могу согласиться, что пол был явный. В прыжке находились оба, и Жукауско с левой рукой Михайлова отталкивал. Вот и было это соприкосновение. Но судьи посчитали, что в этом конфликте, в этом контакте повинен Михайлов. Жукауско с уверенно забил оба штрафных броска. Литовцы против Карасёва пытались сначала притинговать, потом откатился Маскалюнов. Вот от центра поля начинает разворачивать Васю лицом к своему кольцу, то есть нашему. Носов, Бобков от Носова получает мяч. И Куделин обыгрывает Штронберга-то. Накрыл его бросок Жукауско. Куделин сам забрал оскок. И, наконец-то, Игорь забивает такой важный мяч. Трёхочковый. Не сдался. Молодец. Проявил характер. Хвалю с одной стороны, а с другой стороны, но почему же не всегда так? Я не про попадание, а про уверенность в своих действиях. Лук-Минос. Потерял его Куделин. Карасёв как почувствовал, куда будет. Отбрасывать мяч Жукауско. И перехватил этот... Это был не пас. Вот отброс мяча из-под кольца. Лук-Минос нарушил правила. Карасёв будет бросать два штрафных броска. А я просто хочу отметить, что наши не взяли мяч под своим кольцом. Между прочим, мы проигрываем щит в этом матче. Литовцы забрали под нашим щитом 12 мячей. Мы, конечно, больше 16, но всё равно это слишком плохое соотношение. Таймаут попросил тренер сборной Литвы Йонас Козлаус. Общий план Олимпийского дворца. Вы видите, что трибуны не заполнены. Греки играют сегодня последней парой. Кстати говоря, организаторы, в общем, ну, предупредим заранее, поменяли расписание. Ведь последней парой должны были играть итальянцы со сборной США. Но для того, чтобы под конец игрового дня трибуны были переполнены, нужно, чтобы это были греки. Матч Греция-Испания начнётся, когда в Москве будет очень... Я забыл, что вы смотрите эту трансляцию в записи. Вот как раз сейчас, когда вы смотрите эту трансляцию, проходит матч Греция-Испания. Один из самых... Ну, сегодня не будет неинтересных матчей. Разве что игра Югославия-Аргентина. Вы видели, как забрал мяч Кутелин, после чего забил его из-за трёхочковой дуги. Пять очков ведём. Три минуты 57 секунд ещё играть. И Карасёв будет пробивать два штрафных. Флагов российских на трибунах гораздо больше, чем литовских. Наверное, это в связи с тем, что российский флаг можно здесь у входа в Олимпийский дворец купить. А литовских я что-то в продаже не видел. Василий Карасёв, к сожалению, два штрафных подряд не забил. Вы помните, вот перед заменой в середине второго тайма он из двух один первый забил, второй промазал. А сейчас первый промазал, второй забил. 27 очков принёс нашей команде уже Василий Карасёв. 67-61 плюс 6 очков. Не разница для такой концовки. Надо защищаться, ребята, защищаться активно. Уделен, прижал Лук Миносов. Смотрите, куда пришлось Корнишову отойти. Против него Захар Пашутин, который вышел на площадку вместо Бобкова. Корнишов с Бобкова обыгрывает. Паш Штронбергусу в лицевую линию Маскалюнас. И вновь Штронбергус на трёхочковой линии. Не точно. Пол. Пол Корнишовову. И как Рэмс всё это определил, кто у нас будет пить штрафные? Бобков. Бобков. Вы видите, когда выпрыгивал, вот отсюда с верхней камеры интересно смотреть повторы. Выпрыгивал Корнишовов и как бы локоть на голову у Бобкова положил. Поэтому и пол. Это рассчитывается как умышленный толчок в спину. Но он и был умышленный, конечно. Серёжа Бобков. Олимпиев. Забил в такой обстановке. Шло, ну, штрафной, когда очень важно его забить. Совершенно спокойно. Ни один мускул на лице не дрогнул. Второй, к сожалению, промазал. Ах, красавец Серёжа Панов. Просто красавец. Так обограть Штронбергуса на дриблинге после промаха Бобкова. Молодец. Кстати говоря, вот приятная статистика. Единственный показатель, где мы. Карасёв после передачи Панова. Панов лидирует среди всех участников Чемпионата мира по перехватам. Это был 25-й перехват Панова в семи играх. Потрясающий даже для НБА результат. Блокшот Нохова. Молодец, Виталик. И быстрый отрыв. Худели на один под кольцом соперника. Порвали. Вот в этот момент просто порвали литовцев. Их не видно на площадке. Молодцы, ребята. 9 очков преимущества. 2 минуты 45 секунд играть. Какой курс вот за эти последние 50 секунд игрового времени. Не расслабляться в обороне. Панов Штронберг это держит. Жукал сейчас. Я хочу сказать, что и это нельзя. Как вот есть термин в теннисе. Невынужденная ошибка. Когда игрок ошибается сам по себе. А здесь ошибка вынужденная, потому что Носом блестяще сыграл в защите. И тайм-аут второй подряд попросил тренер сборной Литвы Йонас Козлаусу. Вы сейчас увидели стоп-кадр повторов в атаке. Закуделин забивал мяч. Посмотрите блестящую передачу Панова, выскакивающему под кольцо Карасеву. Тайм-аут в это время истек. В общем, там нечего было показывать. Просто было очень интересно понаблюдать, как сразу 5 человек, не одетые в спортивные костюмы, 5 человек, работающих в руководстве литовской делегации, все разом пытались, даже Том Нельсон младший, пытался что-то объяснить игрокам сборной Литвы. У каждого был свой план. Как спасти эту игру? Неторопливая атака сборной России. Бабков не добрасывает мяч до кольца. Маскалюна завладел подбором. Быстрая атака литовцев. Маскалюна против Карасева не точно. Не хотел палить Кисурины, поэтому Штромберг забил этот мяч. 72-63 горят цифры на табло. Плюс 9 очков. Карасев Маскалюна обыгрывает, но не обостряет. Наши держат мяч, контролируют его, убивая время. И правильно. Бабков. Панов один. Сверху, Сережа. Не сверху, но зато надежно. 74-63. Минута 35. Нам показывают Панова, а я вижу, как ругается Штромбергас. Забрали этот мяч Кисурин с Пановым. Быстрый прорыв. Спалил. Спалил Артура Скорнишова. Ему ничего не оставалось. Карасев его обыгрывал. Болельщина сборной Италии. Ей еще долго сидеть. А нет, следующий матч. США и Италия. Следующий матч. Она ждет следующей игры. Минута 25. 74-63. И Карасев будет пробивать штрафные броски. И, наконец-то, в нашей сборной появится игрок, который хотя бы в одном матче Чемпионата Мира забьет 30 очков. А я уверен, что Карасев из двух-то один сейчас забьет. Игорь Куделен на ваших экранах. Может быть, эта игра поможет Игорю вновь найти психологическую устойчивость. И он сможет помочь команде в полуфинале. А я уже поздравляю сборную России с нелегкой победой, но такой важной. И с выходом в полуфинал Чемпионата Мира. Молодцы, ребята. 78-го года не было такого Чемпионата Мира, чтобы сборная... А тогда, значит, получается, что 74-го, чтобы наши не играли в полуфиналах. Ясикявичу запряжал Панов. Ну вот, почеса. Видно, что будут литовцы притинговать после этого мяча. Пока Кисурин забрал отскок, передача Бобкову. Сереже нужно помнить про 10 секунд. Он обыграл Корнишовца. Ушел вперед под кольцо соперника в угол площадки. Передача назад Карасеву. Все в розыгрыше. На Панове палит. Ну вот это, в общем-то, на самом деле решение правильное. Но идет-то уже последняя минута. И мы ведем 13 очков. 76-63. Замену производит Сергей Белов. Входит Дамани. Он меняет Скоросева, который в этой встрече набрал 31 очко. Из 76 пока, которые набрала команда России. Ну что ж, гроссмейстерский результат. Гроссмейстерский рубеж преодолен. Тридцатник за игру. Для защитника, который, в общем-то, является основным разыгрывающим защитником сборной России. Это здорово. Хочется посмотреть, сколько Карасев отдал результативных передач. Но, к сожалению, ни одной. Ничего. Он все компенсировал своей результативностью. Ятикевич. Поспешный бросок в проходе. А Сережа Панов, он, в ходе, не превосходит в росте. У него 2-4, всего 2-3, можно сказать. А Масюлис его повыше. Но у Сережи и прыжок получше. Вы видели, как он мяч высоко забрал. Ну и руки, конечно. У него очень длинные руки. Даже для его роста. Еще замена. Уходит с площадки Кисурин. Вместо него Никита Мургунов. Ну, в общем, понятно. Ясно, что мы эту игру выиграли. Хочет Белов, чтобы молодой Мургунов, ну, почувствовал игру. Что здесь происходит на площадках чемпионата мира. Чтобы был еще игрок на скамейке запасных, который войдет и не ослабит сборную России. Молодцы. 46,3 секунды еще играть. А преимущество сборной России уже 15 очков. Корнишовас, его держит Захар Пашутин. Штромберга против Мургунова. Так просто Мургунова не перебросишь. Корнишовас из-за трехочковой линии. Ну, теперь-то он попал, когда уже все ясно. Панов запустил Куделина в отрыв через всю площадку. Тот отдал Пашутину. Долго Пашутин разбирался со Штромберсовым. Но как хорошо прошел в лицевую линию и забил. А я смотрю, где у него рана. Ну, над правым уком было видно, что пластырем заклеена голова. 10 секунд до конца. 80, 67. И Пашутин забивает последний мяч в сегодняшней встрече. Нет, Ютитявич еще бросит по кольцу. Под плов, что с Панова он попал. Не надо, Сережа, отвечать на хамство. Все написано на табло. 82, 67. В пользу сборной России. Ну что ж, у меня есть время подвести определенные итоги. Приятно с коллегами пожать друг другу руки. Поздравить победы родной команды. Приятно увидеть флаги, которыми размахивают наши болельщики на трибунах. И вот наша команда, которая в центре поля забралась. И теперь благодарить своих поклонников здесь, в Афинах. За ту поддержку, которая ей была оказана в ходе всего чемпионата. Но и особенно сегодня. Очень все здорово получилось. И вот перед матчем я боялся это сказать. А сейчас, в общем, уже опасаться нечего. Я ничего не сглажу. Ребята перед матчем с Литвой говорили, что вот если кого-то и хотели себе получить соперники в четвертьфинале, то именно сборную Литвы. Не потому, что они ее не уважают, а потому, что нет комплекса. Не боятся. Вот у нас статистика. Ну, штрафные 72% мы, 76% литовцев. У них лучше. Подборы все-таки проиграли. У нас 27 подборов, у литовцев 30. А процент попадания с игры у нас просто блестящий. 57% это здорово. Перехватов у нас 8, у литовцев 4. Вот блокшотов только. По блокшотам они нас переиграли. И мне кажется, вот последняя строчка. Здесь немножко статистика подводит нас. 4 быстрых прорыва у сборной России. Я помню 6 как минимум, из которых 5 завершились удачным взятием кольца. Мне понравилась сборная России в концовках. Если вы помните, в одном из своих первых репортажей после матча с Югославией я сказал, что у нас хроническая болезнь, мы не можем выигрывать сложные концовки. То вот смотрите, сборная России меня опровергла. Я с удовольствием это констатирую. И против сборной Италии, и против сборной Греции, и вот теперь против сборной Литвы. Литвы в концовках матчей наши были настолько отмобилизованы. Так здорово, без потерь их проводили. Ну, сейчас мы посмотрим лучшие моменты второго тайма. Это бросок Штромбергаса. Это бросок Штромбергаса. И я обратил внимание на ногу. Это был не трехочковый, а двухочковый бросок. Ну что ж, еще раз я констатирую победу нашей сборной. Молодцы. Теперь о возможных вариантах. Значит, в следующем четвертьфинальном матче между сборными США и Италии определится наш соперник в полуфинале. Настолько американцы к концу разыграли с чемпионата мира, что их считают в этом матче явными фаворитами. Ну, у итальянцев одна из лучших, просто не одна из лучших, а лучшая оборона на чемпионате мира. Но они так не здорово, так некрасиво играют в баскетбол в нападении, что, в общем, шансы американцев я расцениваю гораздо выше. Я напоминаю, что этот репортаж был организован для вас из-за финно-общественным российским телевидением. Напоминаю вам о том, что завтра и послезавтра вы обязательно увидите полуфинальный и тем более финальный матч в воскресенье вечером за золотые медали чемпионов мира. И я надеюсь, что наша сборная в нем будет участвовать. А вел этот репортаж Владимир Гомельский. Всего вам доброго.